Часто бывает так, что какую-то железяку выгоднее приобрести в Западной Европе или Штатах. Либо просто официальная продажа у нас запаздывает или так и не стартует. Сервис Бандеролька дает нам с вами возможность получать товары на персональный адрес Берлине или штате Долавер, США. Штат этот безналоговый, так что цена товара будет такая же, как и на сайте магазина. И уже оттуда, примерно за 7-10 дней, товар доезжает до вашего адреса здесь у нас. Есть несколько методов доставки, в том числе и уникальный собственный метод Queen Tree Air. Есть услуга помощь при покупке для тех, кто слабо владеет английским. А еще Бандеролька постоянно устраивает акции, но и без них есть что приобрести. Приобщайтесь. Ссылки в описании. Привет, друзья! Видеоигры часто становятся объектом критики. Дескать, там есть жестокость, значит именно компьютерные игры являются причиной проявления агрессии уже в реальном мире. Но игры с нами уже давно, первому шутеру скоро исполнится 50 лет. И игры интересны всевозможным исследователям. И, конечно, в том числе и в контексте агрессии. Если были бы исследования, прямо показывающие, что игры делают людей более агрессивными, вероятно, о таких исследованиях трубили бы на каждом углу. Но, напротив, все научные исследования, которые удалось найти мне, указывают на отсутствие явной корреляции между агрессивным поведением у человека в норме и ежедневной игрой во что-то агрессивное. Для кого-то игры вовсе являются способом безопасно сбросить накопившийся за один стресс. Ссылки на исследования я предложу в описании под видео. Также важно понимать, что у современных игр есть возрастные ограничения. И предполагается, что все покупатели игр им следуют. А вот что может послужить причиной необоснованной агрессии? Это, например, опухоль мозга или серьезная травма головы. Еще одна причина не затягивать поход в травмпункт, если крепко приложились к головой. Но вот сейчас в США произошли ужасные события. Настоящая трагедия – два случая массовых убийств с применением огнестрельного оружия, в контексте которых президент США Дональд Трамп высказался следующим образом. Мы должны прекратить прославление насилия в нашем обществе. Это включает отвратительные, рутинные видеоигры, которые теперь стали массовым явлением. И снова, друзья, к насилию пытаются приплести видеоигры, уже в который раз. А США, между прочим, это один из самых крупных рынков для продаж видеоигр. И решения по части запретов и цензуры в играх, которые принимаются локально для штатов, могут оказать значительное влияние и на глобальный рынок видеоигр. И даже наши разработчики, коих немного, они, что греха таить, вынуждены ориентироваться в том числе и на американского геймера. И ориентируются. И мы играем в те же игры. Высказывание Трампа с негативной стороны повлияло на акции крупных издателей и разработчиков видеоигр, а также подверглось критике в американской прессе. В частности, Forbes пишет, что американское общество пытается отвлечь от реальных причин этих трагических событий. Ну а я перейду к следующей новости из стана AMD. Как вы уже, вероятно, знаете, материнские платы предыдущего поколения с чипсетом X470 могут работать в режиме PCI-Express 4.0, что довольно неплохо для тех, у кого в системе много быстрых SSD-накопителей или тех, кто собирает компьютер на перспективу апгрейда видеокарты когда-нибудь потом. И некоторые производители материнских плат выпустили биосы, которые позволяют активировать эту возможность, если в плат установлена Ryzen 3000 серия. Но подобная самодеятельность очень сильно не понравилась компании AMD. О чем-то там AMD поговорили с производителем материнских плат, и для X470 начали выходить обновления биоса с AGESA 1.0.0.3 ABB, с которой система может работать только в режиме PCI-Express 3.0. Ставить их сегодня не обязательно, но в будущем, возможно, потребуется обновить биос, чтобы улучшить производительность процессора или закрыть бреши в безопасности. И тогда пока-пока PCI-Express 4.0. Напомню, что это не первый раз, когда AMD пытаются накладывать подобные искусственные ограничения на свои продукты. В частности, функция саморазгона Precision Boost Overdrive, именно Overdrive, могла запускаться и на платах X370. Но AMD изначально хотели, чтобы это было невозможно. И все новостные ресурсы в то время писали о Precision Boost Overdrive, как о фишке, доступной исключительно на X370, о чем говорили и в самой AMD. Кое-что и действительно стало недоступно. Но на сегодняшний день у кого-то эта функция работает с официальным биосом, а у кого-то с модифицируемым, но работает. И работает, наверное, у всех, чтобы вы понимали, такие ограничения необходимы компаниям для продаж новых продуктов. Если мы обратимся сейчас на Computer Universe, то мы видим, что старая Asus Crosshair 6 на X370 стоит около 120 долларов. При этом материнка мало чем отличается от новых, а запас ее питания хватит и на 16 ядерник, потому что все помнят, как именно на этих материнских платах напрягали 1800X под азотом. Запас прочности VRM большой, и если разблокировать все возможности на старых материнских платах, как тогда продавать Crosshair 8 за 430 евро? Что делать? Считай, бизнес можно закрывать, китайцев распускать, ведь все купят материнку за 120 евро, а не за 430. Но все лучше, чем смена сокета. Новый процессор Epic, который, наконец, также были представлены, официально будут работать на существующем серверном сокете SP3. Чипы Epic ROM построены на микроархитектуре Zen 2, имеют до 64 ядер, поддерживают PCI-Express 4.0 и производятся по 7-нанометровому технологическому процессу. Как заявляет само AMD, это самые мощные процессоры с архитектурой X86. Естественно, в многопоточных приложениях. И если вам интересно, как такой Epic выступил бы в играх, то вряд ли лучше, чем Ryzen 3800X. Но не исключено, что такие тесты кто-то все-таки сделает. Вот я лично бы глянул с удовольствием. Что касается видеокарт AMD, то на сегодня они также достаточно популярны на серверах и в мире Linux в целом. Хотя раньше это было не так. И это стало возможным во многом благодаря наличию качественных открытых версий видеодрайверов. Nvidia, кажется, наконец осознали, что имеющейся в открытом доступе документации по их видеокартам явно недостаточно. И пора бы уже всерьез заняться и собственными открытыми драйверами. Иначе этот важный сегмент рынка будет окончательно сдан AMD. Открытые драйверы нужны в первую очередь не для игр, это понятно, а для нужд, в том числе различных государств. Дабы IT-службы могли гарантировать максимальную безопасность и предсказуемость служебных компьютеров и IT-инфраструктуры в целом. Пока в открытый доступ выложен далеко не все и до сих пор не хватает более полной документации по картам Тюринг. Но даже имеющаяся открытая документация, дело в любом случае хорошее. И начало новой вехи в нем положено. А на сегодня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok